Послание президента стало главным общественно-политическим событием, которое обсуждают и на основе которого выстраивают работу по всей стране. Озвученные главой государства тезисы о самостоятельной внешней политике, независимости, укреплении экономики и института семьи нашли широкую поддержку в обществе. Делегаты, вернувшиеся с послания, намерены воплотить установки президента в жизнь. Обращение главы государства к парламенту народу, на котором я присутствовал, прошло на одном дыхании. Как для нас, для отраслевого министерства, это посыл, то, что отметил президент. Вы сделаете экономику с хорошими показателями, а остальное все президент берет на себя. Лесная отрасль, что в результате экономики? Обеспечить все деревообрабатывающие предприятия, которые есть в стране и граждан, чем древесиной. Вот наша основная задача – качественный срок поставить для того, чтобы работали предприятия концерна «Беллесбонпром». Граждане могли получить древесину по доступным ценам, как есть поручение главы государства с рентабельностью не более 5%. Президент в своем выступлении особое внимание уделил непосредственно развитию Республики Беларусь, в том числе экономике. Я, как представитель аграрного сектора, прекрасно понимаю, что именно развитие нашей экономики обеспечивает нормальный уровень жизни наших людей. В прошлом году аграрный сектор был одним из локомотивов, и в этом году он также останется в развитии нашей экономики. Весь аграрный сектор Пинского района нацелен на то, чтобы еще больше производить этой продукции, чтобы она была конкурентоспособна на мировых рынках. В первую очередь хотелось отметить, и это понимали и принимали все присутствующие, что важная задача сейчас выжить, если так можно выразиться, в условиях тех необоснованных санкций, которые к нашей стране предъявлены. И правильно было сказано главой государства, что вот эти санкции вместе с тем это время возможностей показать, что мы тоже можем создавать и создаем продукцию, приборы, материалы, товары, которые не менее эффективны, не менее конкурентоспособны, чем зарубежные аналоги. Конечно, отношение президента к традиционным семьям, и конечно же о том, что молодые семьи не должны жить только для себя, а самая основная цель семьи, конечно, это рожать и воспитывать детей. Поэтому мы должны консолидироваться, действительно мы и проводим достаточно много мероприятий популяризации семейных ценностей, вот, и у нас есть такой слет молодых семей, областной этап, такие мероприятия пройдут в каждом регионе. Во все времена, в самые такие переломные моменты, белорусы всегда объединялись для того, чтобы сохранить свою страну. И сейчас такой момент тоже настал, когда всем нужно сплотиться, объединиться ради общей цели вокруг своего лидера. Общие тезисы послания и направления дальнейшей работы парламента и всего общества, несомненно, станут поводом для изменения в подходах государственного строительства. Обращение президента направлено на консолидацию общества и созидательный труд на благо страны. Продолжение следует...